Война застала Николая Чевелёва в поле. Страшную новость сообщил Вестовой. Ему было 13 лет, но он уже работал на Синокосе. В августе 41-го на фронт ушёл отец. Без главного кормильца остались пятеро детей. Денег не было, жили тяжело. Поэтому Николай вместо учёбы пошёл работать. Два года он вставал в 4 утра, чтобы на повозке отвозить молоко из барабки в Искитим. А в 43-м, в один из холодных дней ноября, на пригородном поезде его и других призывников перевезли в Берский военный городок. Казармы были в землянках. В землянке электричество было. Стоит стол, за столом сидит сержант. Когда моя очередь подошла, меня вызвали. Он посмотрел на меня, говорит, вторая учебная рота, значит, он к себе. А он оказался командир этой роты, второй учебной роты. А был учебный батальон, там пять стрелковых рот и шестая рота автоматчиков. Так вот, так я попал во вторую стрелковую роту. После учёбы всю роту посадили в поезд и увезли войска МВД вместе с командиром. А Николая Дмитриевича оставили служить в Берске. Он продолжал готовить бойцов. Некоторые были верующие глубоко, что ему нельзя оружие брать. Молодой человек оружие брать не хочет. Никак его нельзя было убедить. Но кое-как убедили его, что оружие нельзя. Без оружия куда ты пойдёшь? О победе услышал по радио. В этот момент младший сержант был дежурным по роте. Голос Левитана объявило подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Это действительно был праздник, вспоминает ветеран. Пришли в Берск на окраину тут. Вот зашли в какую-то квартиру, завели нас. Там уже сидели много народу. Женщины были там, ребята, молодёжь. Вот принесли чайник самогонки. И, конечно, каждому досталось, ну, наверное, по 100 грамм, не больше. Угостили всех за победу, выпили. А потом танцы там были, гармонь играл там один парень. Танцевали. Ну, а мы пошли домой, к себе туда. Потому что к 12 часам, к 11 часам, вернее, надо быть на месте. Ещё какое-то время военные занимались подсобным хозяйством. Но уже в сентябре часть была расформирована. Сначала сборный пункт в Татарске, а оттуда эшелон пошёл на запад, в Прибалтику. Проезжали город Ржев. Ни одного здания не видно было. Одни развалины. О, как было. С одной стороны город, одни развалины. А с другой стороны кустарник, лесной массив там небольшой. Там землянки, люди жили в землянках. Ещё несколько лет служил в Литве и Латвии. Там же женился. Правда, семья жила в Риге. У Николая Чавелёва много наград за заслуги перед Отечеством, за победу над Германией. Он бережно хранит медали. И никогда не забывает о подвигах своих товарищей, своей семьи. В этой войне с нашей семьей участвовало пять человек. И вернулся только один отец наш, раненый. Остальные остались на поле боя. Жену Николай Чавелёв прожил почти 65 лет. После того, как её не стало, ветеран вернулся на родину. Сейчас он живёт в Искитиме вместе со своей сестрой. И он искренне этому рад. А ещё удивлён, как в России относятся к участникам войны. Впервые за много лет его поздравили с Днём Победы. Подарили подарки и пригласили на встречу со школьниками. Субтитры подогнал «Симон»